МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте. В студии Алина Волчейская. И вот о чём расскажем сегодня. Настоящие тайники с нелегальным оружием обнаружили жители округа во время уборки. Первое ружьё оказалось спрятано в погребе в одном из посёлков. Второе в гараже в Нарьинмаре. В окружной столице открыли один из первых на северо-западе Яндекс.Лицей. Это нестандартный образовательный проект по обучению школьников в программированию на языке Пайтон. Кто и как будет обучаться профессии будущего. И сегодня отмечается День пожилых людей. В районе бывшего рыбокомбината к этой дате приурочили открытие нового сквера. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Сегодня и завтра на территории Ненецкого округа пройдут учения по гражданской обороне. Жители Заполярья призывают соблюдать спокойствие. Об этом информирует Пресс-служба регионального управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности. В штабной тренировке по гражданской обороне примут участие территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти, представители региональной исполнительной власти и местного самоуправления. Учения носят название «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации». Просим соблюдать спокойствие в период проведения тренировки, не поддаваться панике и заниматься повседневными делами, отметили в профильном ведомстве. 1 октября отмечается Международный день пожилых людей, который официально был установлен в декабре 1990 года резолюцией Генассамблеи ООН. Главная цель этого дня – обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. В этот день внимание виновникам торжества уделяют не только их дети. Во многих государствах мира для старшего поколения устраиваются концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревнования, киносеансы, различные конкурсы и вечера отдыха, на которых пенсионеры собираются вместе. В Ненецком округе в преддверии Дня пожилого человека также были проведены традиционные мероприятия для пенсионеров, а также праздничный концерт. Ко Дню пожилого человека приурочили торжественное открытие нового сквера в районе улицы 60-летия октября. Инициаторами благоустройства стали ветераны рыбокомбината. Проект реализовали за счет поддержки из окружного бюджета организатор конкурса грантов Департамент внутренней политики Ненецкого округа. Ольга Руслова расскажет подробнее. Пиво, воды, лимонады, качество ведь славила, а старея на Марцам нравила. Участники клуба ветеранов «Золотая рыбка» в частушках славят предприятия, на котором работали. Идея благоустройства территории перед зданием бывшей конторы предприятия – давняя мечта. Рыбокомбинат был одним из передовых промышленных предприятий нашего округа. В соревновании с Аркангельским рыбокомбинатом мы всегда занимали первое место. Хочу сказать, здесь люди научены рыбу коптить, рыбу солить, рыбу консервы делать. Рыбка еще у нас нет. Рыбки, да, девочки? Рыбки нет. Потом это не доделано, потому что не хватило средств. Один делал, кошки какой-то начинал, все бросил. Потом другому передали. А вы представляете, значит новые деньги, новые все делать заново. Да, работа в сквере еще не окончена, но результат уже есть. За ним большой труд. Сначала общественники оформили заявку и представили ее в городскую администрацию. А мэрия направила ее на конкурс проектов развития общественной инфраструктуры и муниципальных образований, основанных на местных инициативах. Как всегда мы говорим, дорогу оселивает идущий. С клубом «Золотая рыбка» и советом АБЛБД мы об этом всегда говорили уже несколько лет. И именно результатом этой работы ветеранов Печорского рыбокомбината является обустроенной территории новостроительной, данный сквер. А потому ресурсный центр НКО объявляет конкурс на лучший проект памятного знака предприятия, который установят в сквере рыбокомбината. Извините, что я прошу, я прошу только одно. Никакую не буду пробовать, а поделитесь, а какую рыбку? Собо! На самом деле идея о том, чтобы как-то обозначить у нас рыбный край. Первый заместитель губернатора Михаил Васильев в свою очередь отметил, что сейчас в городе реализуются 23 проекта по благоустройству. Такие инициативы похвальны, но останавливаться над достигнутым не стоит. И дал наказ депутатам этого района, а их три, в следующем году подготовить один-два проекта по улучшению жизни горожан. И тогда мы, как администрация округа, губернатор очень большое внимание уделяет как раз инициативным бюджетирам, но мы, местным инициативам, готовы уделять на это деньги. Поэтому, пожалуйста, подумайте еще раз о вас в проекте. На благоустройство сквера была выделена окружная субсидия в 1 миллион рублей. Согласно условиям софинансирования, из городского бюджета на реализацию проекта выделено более 345 тысяч рублей. Средства жителей и юридических лиц составили 151 тысячу рублей. При этом вклад жителей в реализацию инициативы предусматривается в различных формах, в том числе и трудовым участием. В Нарьинмаре стартовали мероприятия, приуроченные 90-летию системы образования в Ненецком округе. В течение трех дней представители профильного департамента и руководители всех образовательных учреждений региона обсудят актуальные вопросы развития образования. Мероприятия, приуроченные 90-летию системы образования Ненецкого округа, начались с расширенного совещания руководителей всех образовательных организаций региона. Работа совещания организована по ключевым направлениям деятельности данных учреждений. Это и какие-то стратегические задачи в образовательном, воспитательном процессе. Это национальный проект образования, который мы сейчас в нем работаем. Очень много вопросов, которые мы обсуждаем и с коллегами, и с департаментом, для того, чтобы все-таки эффективность наших учреждений повышалась, и мы были в курсе всех современных тенденций. На совещании также обсудили дальнейшее развитие системы образования в регионе, в том числе и будущее трудоустройство студентов средних учебных заведений Нарьинмара. Самое актуальное – это какие специальности актуальны сегодня в округе, в чем и в каких профессиях сегодня нуждается округ, и что мы будем брать на следующий год, каким образом мы будем развивать дальнейшие world skills, и как мы будем проводить демонстрационный экзамен, какие формы, по каким направлениям. Это, наверное, основные вопросы, которые мы сегодня решаем. И не менее актуальный для нас вопрос – это куда пойдут потом работать наши выпускники, потому что насколько они сегодня востребованы. Кроме этого, в течение двух дней для руководителей образовательных организаций округа пройдут семинары-тренинги. Один из них – высокоэффективный руководитель, новый уровень лидерства и управления. Главное – это то, как мы смотрим, как мы желаем измениться, что мы хотим измениться. Все зависит от нас с вами. От нас с вами зависит, будут ли наши дети дальше востребованы, вернутся ли они, реализуют они себя в жизни. То есть все эти составляющие есть, начиная не только от образования, но еще и воспитания. Поэтому те посылы, которые тоже сегодня прозвучат, то есть и коллеги, которые спикеры выступят – это основные задачи, это государственные задачи, которые перед нами с вами стоят. Завершится цикл мероприятий, приуроченных ко дню 90-летия системы образования в Ненинском округе праздничным концертом, посвященным Дню Учителя. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Настоящие тайники с нелегальным оружием обнаружили жители округа во время уборки. Первое ружье оказалось спрятано в погребе в одном из поселков, второе – в гараже в Нарьинмаре. По словам тех, кто обнаружил находки, оружие могло принадлежать покойным родственникам. Законопослушные граждане сразу же сообщили об этом в Росгвардию и получили право на денежное вознаграждение. В сентябре два жителя округа сдали в Центр литературно-решительной работы два незаконно хранящихся у них охотничьих ружья, за что получили денежное вознаграждение. С начала года в Росгвардию сдано 14 единиц нелегального оружия. Сумма выплат составила более 45 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Ненецкому округу, лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся у него оружие, освобождается от уголовной ответственности, без судимости и каких-либо негативных последствий. Вознаграждение составляет от 2,5 до 15 тысяч рублей за единицу в соответствии с предусмотренной классификацией. Получить более подробную информацию можно в Центре лицензионно-разрешительной работы Регионального управления Росгвардии или по телефону 46960. Торжественное открытие Яндекс.Лицея состоялось накануне в Нарьинмаре. Мероприятие прошло в актовом зале Ненецкого аграрно-экономического техникума. Яндекс.Лицей – это нестандартный образовательный проект по обучению школьников программированию на языке Пайтон. На сегодняшний день это один из самых популярных языков в мире. Учебная программа рассчитана на два года. Обучение будет осуществляться бесплатно. Подробности у моей коллеги Ольги Русул. Стать лицеистом – задача не из легких. Трехступенчатый отбор из 136 желающих учиться в Яндекс.Лицея во второй этап прошла всего лишь половина. А по итогам последнего только 30 человек. Все они сейчас в актовом зале аграрно-экономического техникума. Это скорее было больше волнительнее, чем труднее. Это было не так трудно относительно, но было интересно. Курс обучения рассчитан на два года. По окончанию школьники получат сертификаты, которые пригодятся в дальнейшем для поступления в ВУЗы. Программирование далеко будет не лишним. Также, возможно, я буду поступать в какой-то технический ВУЗ, связанный с информатикой, физикой. Я собираюсь связать с эти сферы. Знания, которые я здесь получу, будут мне необходимы для поступления именно в технический ВУЗ. Не менее жестким был отбор и преподавателей в Яндекс.Лицея. Их будет двое. Елена Карельская и Анна Семяшкина. Что нужно для того, чтобы научиться хорошо и качественно программировать? Ну, для себя я обмекла таких три базовых вещи. Первое – это логически мыслить. Естественно, что не умеем логически мыслить, нельзя написать качественный программный код. Второе – это целеустремленность, упорство, идти до конца. Наш регион, один из первых на Северо-Западе, включился в реализацию проекта Яндекс.Лицея. Ненецкий аграрно-экономический техникум, на базе которого будет проходить обучение, также прошел отбор на соответствие. Это дополнительная общеразвивающая программа для ребят, как правило, это 8-9 класс, но также нам в Яндекс.Лицея дали разрешение, что могут обучаться по этой программе еще студенты первого курса и также ребята, которые пошли учиться в 10 класс. Это язык программирования питон, и второй год – это промышленное программирование. В Ненецком округе проект реализуется при поддержке губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского Департамента образования, культуры и спорта, Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Ненецкой нефтяной компании в рамках нацпроекта образования и регионального проекта «Цифровая среда». На сегодняшний день мы понимаем, что в рамках федерального проекта у нас предусмотрена будет федеральная субсидия по предоставлению оборудования образовательной организации. И, конечно, данный проект будет огромным подспорьем в реализации данного проекта. Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти Ненецкой нефтяной компании Наталья Рочева отметила, что по итогам учебы лучший студент лицея пройдет профессиональную стажировку в компании. Напомним, что занятия в лицее начнутся уже завтра, 2 октября. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком региональном центре развития образования состоялось торжественное награждение победителей регионального конкурса о школе с любовью, а также подведены итоги викторины для школьников знатоки Ненецкого округа. Оба мероприятия приурочены к 90-летию со дня образования региона. Ученику первой школы Марку Митянину участвовать в конкурсе о школе с любовью посоветовала мама. Второклассник с радостью согласился и сам выбрал тему. Героиней его сочинения стала Александра Кожевина. Когда мне рассказали это в школьном музее, мне очень понравился ее героический поступок. И я решил про нее написать сочинение. Она закончила первую школу с отличием. И когда была Великая Отечественная война, она была радисткой на буксере «Консомолец». Всего в конкурсе участвовало 56 человек, в том числе и 11-классник Никита Зубанков. Я уже долгое количество времени коплю эмоции, и вся память о школе, она копилась в моей голове. И я даже не думал о награде, о первом месте. И просто решил отплатить своей школе, написав о ней теплые и душевные слова. Тему я выбрал, потому что она подходила под мои мысли. Я подумал, что она достаточно простая, чтобы отразить все, что я думаю о своей школе. В конкурсе сочинений о школе с любовью было несколько номинаций, по которым дети могли выразить свое мнение о школе, поблагодарить учителей, представить, какой школа может быть в будущем, и все свои теплые слова благодарности выразить на бумаге. В этот же день наградили участников и призеров викторины знатоки Ниньского автономного округа. Ребятам предстояло ответить на целый ряд вопросов по Ниньскому автономному округу. И те, которые дали правильный ответ на наибольшее количество вопросов, они стали победителями и призерами нашей викторины знатоков о Ниньском автономном округе. Ну, и хотелось бы сказать, что вот это мероприятие, викторина знатоки Ниньского автономного округа, она традиционная. И она всегда проводится в преддвериях празднования дня образования Ниньского автономного округа. Поэтому ребята всегда к ней готовятся очень тщательно и всегда победители и призеры набирают очень высокое количество баллов. Мероприятие проходило в два тура. В школьном приняли участие 595 учащихся. Из них было выбрано 34 победителя, которые соревновались в региональном туре. Среди них Ульяна Филипова. Для меня все вопросы были одинаковые и вполне на них возможно было ответить. Там присутствовали вопросы, относящиеся к образованию округа, к его дню рождения. Даже был вопрос, связан с оленями, с именами оленей, находящихся в турцентре. Их называли Нарик и Марик. Победителям и призерам викторины по номинациям среди 5, 6, 7, 8 классов вручили дипломы Центра развития образования и ценные призы, предоставленные компанией «Лукойл Коми». Остальные участники также получили сертификаты и подарки от компании «Зарубежнефть. Добыча Харьяга». Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Архангельская область с каждым годом становится привлекательнее для гостей. Появляются новые туристические маршруты, открываются музеи. В этом году подарок туристам сделал Национальный парк «Русская Арктика». На острове Гукера земли Франца Иосифа открылся самый северный визит-центр мира. За стройкой сезона в непростых арктических условиях следила Анастасия Ломакина. Мы решили сделать такой своего рода подарок на века. Каждый из вас может идти в наш новый визит-центр, который мы открываем сегодня. Этот подарок Бухте Тихой и ее гостям. Самый северный визит-центр мира открывают в день рождения самой старой полярной станции Союза. В Бухте Тихой 90. И теперь о ее истории и вообще об Арктике можно узнать в одном месте за 80-й параллелью. Визит-центр – это еще одна такая точка притяжения, точка привлечения и рассказа о самой Бухте Тихой, о роли русских исследователей в деле изучения и освоения Арктики. На стенах визит-центра десятки стендов. На них редкие фотографии и факты. От зимовки Георгия Седова до генеральной уборки наших лет. От стройки Папанина до реставрационных работ нацпарка. Еще обратить внимание надо из-за того, что аудитория в основном иностранная, поэтому помимо русского текста он всегда дублируется на английский язык и на китайский. Потому что китайцев примерно треть от того количества туристов, которые приезжают в Бухту Тихую. В Бухту Тихую ежегодно приезжают больше тысячи туристов. Бывшая полярная станция сегодня – музей под открытым небом. А еще это опорный пункт национального парка «Русская Арктика». Каждый полевой сезон сотрудники делают его привлекательнее для туристов. Новый визит-центр стал стройкой этого лета. Прежде чем открыть двери гостям, здесь был проделан гигантский объем работ. Домом для самого северного визит-центра страны станет аэрологический павильон. Это сооружение 1954 года постройки. Самое молодое здесь, на территории полярной станции Бухта Тихая. Правда, по назначению его использовали недолго – всего пять лет. В 1960-м исследования прекращены, станция закрыта. Спустя полвека здание представляло жалкое зрелище. Полы поглотил лед, а стены – плесень. Следы забвения в павильоне смывали, шлифовали, шкурили, разрушали керхером и отбойным молотком. На работу ушло два месяца. Сотрудники нацпарка вынесли тонны мусора, обтесали десятки бревен, забили сотни гвоздей. Финишным этапом работ стали монтаж плоскостной экспозиции и освещение визит-центра. Проводку проложили в лучших полярных традициях. Ну а источник электричества современный. Многочисленные лампочки горят от солнечных батарей. Работать практически в музее – это всегда тяжело. Первое, о чем мы думаем, это о том, чтобы сохранить как внешний облик, так и интерьеры, внутренние помещения. Поэтому, работая, скажем так, внутри помещения, мы постоянно сталкивались именно с проблемой, с проблемой постоянной реставрации, с проблемой сохранения того, что есть в хорошем его проявлении. Работы визит-центре еще не закончены. Их продолжат в следующем году. Пространство бывшего аэрологического павильона наполнят предметами быта советских полярников. А их на станции «Бухта Тихая» сохранилось множество. Анастасия Ломакина с острова Гукера, земли Франца Иосифа. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – компания «Ямагучи». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам хорошего и до встречи в эфире.